привет всем доброе утро сегодня 30 сентября 2022 года я хотел сегодня начать первый урок для людей которые купили компьютер и не знают как пользоваться вот давайте рассмотрим первую нашу задачу в любой системе windows есть внизу панель задач вот она внизу у меня находится вот вот здесь в нижней панели задач находится с левой стороны кнопка пуск в каждом windows и по-разному отображается здесь значок когда мы нажимаем на кнопку пуск вот в данном моменте у меня компьютере установлена windows 10 версия и у меня весь дизайн то что вы видите вот так отображается нажали пуск навели на кнопочку здесь выходит выключение написано еще раз нажали на нее и у меня выходит вот такие варианты спящий режим это вот компьютер остается включенным но потребляет мало энергии приложение не закрывается поэтому вы сможете вернуться к работе сразу после пробуждения компьютера то есть спящем режиме он находится когда вы вернетесь за компьютер нажмете мышку и клавиатуру компьютер со спящего режима вернется обратно в активный режим и вы сможете работать дальше обратим внимание здесь написано завершение работы закрытия всех приложений и выключения до данного компьютера то есть компьютер отключится или перезагрузка перезагрузка всех приложений выключение компьютера и повторное его включение то есть компьютер сам выключится и заново в улице здесь есть три режима вот это мы рассматриваем как включать и выключать компьютер да еще если компьютер персональный компьютер то есть но не ноутбук желательно его включать на процессоре кнопочку пуск нажимаем но когда компьютер выключать желательно обязательно чтобы компьютер был сохранен не полетела windows система у него желательно через пуск отключайте компьютер если вы будете нажимать все время и пуск кнопку и включать и выключать также компьютер на долгий срок не хватит у вас возможно полетит windows система так дальше я хочу рассказать что такое рабочий стол и что такое панель на рабочем столе и для чего нужны ярлыки вот что такое рабочий стол это вот это все то что находится на рабочем столе ваше пространство рабочий стол возникает за счет windows рассмотрим я зашел в мой компьютер и у меня здесь разделы допустим c d f g и h windows любой не имеет значения xp windows 7 windows 10 windows 11 когда он создается разделяется первый раздел это допустим у нас c стандартно в любых версиях windows при создании windows происходит раздел c это же вручную создается конечно же я в других своих роликах расскажу подробно и покажу как это делается данный момент я к чему это говорю к тому что рабочий стол наш вот этот весь он и то что здесь локальный диск c это есть windows windows устанавливается на диске c и появляется у нас работе стол и все что здесь хранится ваши личные данные ролики фотографии музыка или документы все отображается у нас здесь если в дальнейшем windows система за на компьютере у вас полетит естественно на рабочем столе все что было тоже полетит желательно ваши личные данные записывать на раздел диск d который дополнительно в каждом компьютере по стандарту создается для личных ваших вещей данных что вы здесь хранили желательно не храните большие файлы на рабочем столе вот здесь если большие файлы сохранять документы видео или музыку то в дальнейшем диск c у вас будет заполняться до красной точки это критическая точка в дальнейшем от этого зависит работоспособность вашего компьютера у вас компьютер начнет зависать зависать из-за того что у вас работе стол переполнен вашими личными документами файлами или видео или играми желательно все файлы хранить на раздел диск d так смотрите внизу есть панель если нажмем правую кнопку на панель у нас выйдет вот такое меню табличка панели вот у меня здесь языковая панель вот она затем новости и интересы показать значок и текст открыть при наведении указателя есть показать кнопку контакты показать кнопку просмотр задач и так далее все это можно настроить или отключить есть у нас параметры панели задач давайте рассмотрим вот смотрите есть здесь языковая панель вот языковая панель можем переключать клавишами alt shift alt shift с левой стороны есть вот нажали alt shift переключилась на английский язык языковая панель есть еще раз назад нажали сначала нажимаем одним пальцем на alt а вторым пальцем alt не отпуская нажимаем на shift этим же мы переключаем языковую панель вот как вы видите на экране у нас здесь стандартно при установке windows установились два языка это у нас russian русский язык и english английский язык вот мы можем нажать на языковую панель так правую кнопку нажмем и здесь есть параметры заходим в параметры вот сразу же нас перед правило на параметры языковой панели здесь что мы можем рассмотреть язык интерфейса windows у меня он русский полностью здесь обратите внимание язык интерфейса windows если я поменяю здесь на другой язык то смотрите что происходит настройка языка интерфейса windows чтобы полностью применить новый язык необходимо выйти из windows продолжить если я нажму да выйти сейчас то есть компьютер у меня перезагрузится и у меня компьютер будет весь на английском языке то есть все надписи и все что связано я нажимаю нет выйти у меня этот язык интерфейса будет использоваться когда вы в следующий раз войдете в систему до перезагрузки мне этот вариант не нужен я верну обратно на русский язык здесь обратите внимание есть приложение и веб-сайты будут отображать отображаться на первом поддерживающий языке из списка здесь есть у меня два языка русский и английский эти два языка отображается внизу на панели вот языковая панель русский язык нажимаем на него параметры здесь что мы видим языковый пакет установленный языковый пакет вот голосовые функции рукописный ввод установлен формат региона формат региона вот windows форматирует даты и время на основе этого языка вот клавиатура тоже раскладка русская то есть вы когда будете писать на клавиатуре вы будете спокойно естественно соответственно вашей клавиатуре вашим буквам будете нажимать и у вас будет писать на русском языке то же самое с английским языком когда заходите в параметры вот параметры голосовые функции есть дополнительно вот кнопка параметры вот когда вы распознавание голоса хотите настроить или что вот прослушать голос есть также на английском языке допустим вот установлены пакеты здесь показывает сколько мегабайтов потратилось для установки дополнительных услуг то есть языка и также на русский язык вернемся назад язык также можно добавить какой вам угодно добавление выбираете здесь или пишите какой вам язык нужен вы можете мышкой ролик который в мышке есть прокрутить вниз выбрать вам любой язык допустим какой выберем сейчас допустим сейчас допустим испанский нажали на него нажали далее и у вас здесь смотрите что есть установить языковый пакет назначить языком интерфейса windows то есть если вы птичку нажмете то после перезагрузки ваш новый язык выбранный вами испанский он полностью заменит русский язык и у вас единый язык будет в компьютере испанский вот и здесь рукописный ввод есть тоже для клавиатуры и здесь показывается сколько будет израсходом ваш трафик вот установить если вы сделаете то у вас дополнительно я вот нажал установить здесь появится у вас дополнительный язык чтобы проверить процесс установки вы можете кликнуть на него левой кнопкой мышки вот в ожидании можете зайти в параметры и проверить что происходит базовый ввод для клавиатуры скачивается и рукописный ввод вот также скачивается устанавливается за счет интернета да обязательно должен быть интернет в компьютере если у вас в компьютере не будет подключение к интернету то вы скачивать не сможете язык какой либо вам какой нужен вот здесь еще обратим внимание в компьютере есть формат даты времени и региона в данный момент у меня стоит страна или регион россия система windows и приложения могут использовать данные о стране и регионе чтобы предоставлять местную информацию вот допустим здесь у меня россия и текущий формат россия здесь региональный формат данных выберите элемент изменить формат данных чтобы изменить формат календаря даты и времени поддерживаем в регионе обратите внимание если у меня календарь вот такой то первый день понедельник краткая дата полная дата краткое имя полное имя изменить формат данных есть вот этот календарь у нас вот здесь в панели в правом нижнем углу отображается если вы левой кнопкой мышки один раз нажмете то что у нас откроется календарь вот сегодняшняя дата и наверху время вот если нам нужно изменить страну или регион формат мы с правой стороны обратим внимание дополнительные параметры даты времени региона нажимаем сюда вот так регион язык есть у нас здесь распознавание голоса вот мы нажали панель управления часы и регион дата формата мы можем также перейти сюда и у нас здесь часовой пояс это мой часовой пояс изменить часовой пояс можно также выбрать свой указать часовой пояс нажать ok или изменить дату и время можете сюда нажать откорректировать вам какую надо дату или время вручную так здесь есть дополнительные часы можно добавить параллельно вот показать эти часы часы 1 и часы 2 у вас будет отображаться два часовых пояса и 2 2 часов будет соответственно где вы находитесь или время по интернету этот компьютер настроен на автоматическую синхронизацию по расписанию если у меня есть интернет или у вас сбились какие то либо настройки вы можете также изменить параметры вот и обратите внимание настройка времени по интернету настройте время по интернету синхронизовать сервером времени в интернете этот сервер сам установлен при установке windows здесь есть два сервера я могу переключить обновить сейчас могу нажать допустим этот компьютер настроен на автоматическую синхронизацию по расписанию я могу нажать обновить и вот подождите выполняется синхронизация ставим windows.com это сервер откуда у нас идет обновление нашего календаря и нашего времени и наши даты вот такие дела здесь по часам и по часовому поясу я вам объяснил показал здесь так мы за выходим отсюда язык у нас вот появился вернемся сюда панама испанский английский и русский также я теперь могу в панели в нижней нажать и у меня появились три языка русский английский испанский вот также я могу нажать правой кнопкой мышки и параметры зайдем сюда также и у нас здесь настройка для ввода клавиатуры и проверки орфографии есть вот здесь есть такие же доп параметры но им не каждый пользуется что мы сделаем смотрите параметры и нам не нужны языки можно также удалить испанский язык я удаляю нажимаем удалить и он пропал если вам нужен единый язык то есть русский или английский или испанский вы так же можете вот видите у вас сейчас два языка русский и английский если я могу удалить тоже английский язык и останется только русский язг если вам нужен Только английский язык. Вы можете русский удалить. Да, и еще, если у меня язык интерфейса полностью компьютер на русском языке, я могу кликнуть на английский язык, и здесь есть стрелка «Вверх». Я когда «Вверх» нажал, то у меня английский язык появился наверх. Также я, как объяснял, могу сделать единым английский язык, чтобы у меня была вся система. Так, рабочий стол. Мы прошли. Что такое панель на рабочем столе и для чего нужны ярлыки. Вот. Создать. Нажимаем и ярлык, допустим. Укажите расположение объекта. Я могу указать объект, какой мне нужен, то есть открыть, и выбрать «Загрузки». Просто могу с «Загрузки» нажать «Ок», далее «Загрузки», и у меня появился вот таким-то образом ярлык «Загрузки». Я могу создать обратно же ярлык, указать, что мне нужно. Сеть, допустим. Могу на «Сеть» нажать. «Сеть» и выбрать кого-либо по сети. Допустим, нажать «Ок», далее, далее. У меня появился компьютер. «По сети». По сети. Я на него нажму, и вот открылся канал сетевой, куда я по ярлыку смогу в дальнейшем зайти. Допустим, я могу в компьютер мой зайти, документы, папку нажать, нажать на клавиатуру и отправить на рабочий стол, создать ярлык. Допустим, у меня есть в компьютере какая-либо информация, музыка. Я также могу отправить на рабочий стол, создать ярлык. И у меня ярлык появился. Здесь в панели есть настройка «Параметры панели задачи». Можно сюда зайти. И есть здесь справка «Отображение значка батареи на панели задачи». Допустим. Так. Закрепление панели. Сейчас. Вот. Область уведомлений. Выберите значки, отображаемые в панели задачи. Можно их отключить или включить. Какие-либо. Мне нужны. Они будут отображаться вот здесь у вас внизу, в нижней панели. Допустим, вот у меня здесь громкость есть. Вот она. Сеть. Вот сеть. Микрофон. Микрофон. Вот микрофон. Вот. Провести собрание. Вот у меня собрание. И также можно все подключить. И в дальнейшем у вас здесь будет больше ярлыков с отображениями. Это ярлыки системных задач. Значков также можно отключить или включить. Также здесь часы, которые вам, если не нужны, вы можете отключить громкость. Сеть. Индикатор ввода, местоположение, центр уведомления. Вот этот центр уведомления. Также можете отключить. Или кое-что включить. Сенсорную панель дополнительную. Микрофон тоже можно отсюда отключить. Вот. Провести собрание. Вот оно. Тоже я могу его отключить. Насовсем. Вот. Такие дела. Панель. Что это такое? Быстрый доступ к открытым вам программам. Или любых каких-либо задач. Вот. Они отображаются уже открытыми задачами. Или можно к быстрому доступу каких-либо программ или задач прикрепить на панель задач. Чтобы вы всегда быстро и удобно могли запустить программу или какие-либо задачи ваши. Вот. Обратим внимание. Мы зашли вот в компьютер. Документы открыли. И свернули. Допустим. Взяли, прописали, допустим, какую-либо программу. Ну, допустим, калькулятор. Я тоже вот. Если направить мышку и ничего не нажимая, вам выйдет такой текст. Свернуть. Показывает. Вот. Или на кресик навести и ничего не нажимая. Закрыть, значит. Кто первый раз пользуется, для него такая подсказка. Или вот сюда. Развернуть. Развернуть это вот так получится. Еще обратно навести, свернуть в окно. В данном моменте мы свернем. Свернили. И вот здесь у нас в панели задачи отображаются все программы, то есть параллельно, какие мы будем запускать. Допустим. 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 Если вам понадобится что угодно, вы можете также с панели задач запустить ваше приложение. Microsoft Store есть. Это магазин для Windows. Вот. Можете также его свернуть или закрыть. Так же можно создать документ. Будет у нас Excel. Допустим. Мы назвали его. Работа. Подписали. И нажали Enter. Затем можно эту работу, ваш документ, чтобы он на рабочем столе не находился, его левой кнопкой мышки зажать и закрепить в панель. Вот. Мы его нажали левой кнопкой мышки, задержали, не отпуская и перевели его в нижнюю нашу панель. Когда мы перевели мышкой в нижнюю нашу панель, мы тогда левую кнопку мыши отпускаем. Вот. И у нас, что получается? В нижней панели у нас образовался документ. Когда мы его запускаем, вот, сразу у нас Excel будет открываться. То есть вот этот. Вот. Так. Нижняя панель, это вот здесь, или вот вы можете какое-то ключевое слово, где-то в компьютере что-то вы сохранили, назвали работа. Вот. Берем этот документ, копируем. И, допустим, я сейчас в раздел вставить, сделаю работа и закрою отсюда. Теперь в поисковике я напишу работу и нажму Enter. Так. То есть я зайду в компьютер и напишу работу. Поиск. И если в компьютере есть какой-либо документ или какая папка, связанная с этим ключевым словом, компьютер вам предоставит эту информацию. Во всех разделах, сколько у вас есть раздела, компьютер поиск сделает и найдет вам эту вашу информацию. Вот. У меня работа. Видите, как ключевое слово. Вот. Сегодняшняя дата. Вот. 30.09. Я вот документ открываю, и вот наш документ нашелся. Можно так тоже найти. Вот. Такие дела. Мы еще раз смотрели вот часы. Я как говорил. Они всегда здесь. Они синхронно работают за счет интернета. Но если у вас нет доступа к компьютеру, они также будут работать. Вот. На сегодняшний день у меня все. Если какие будут вопросы по поводу ярлыков, панели, рабочего стола, как создать ярлык, или откуда можно добавить, иногда в компьютере ярлыков не хватает. Смотрите. Правую кнопку мыши нажимаете в персонализацию. 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 Так. Параметры. Так, 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 так. Персонализацию. Персонализацию. У нас есть еще здесь, что есть. Фон. Цвета. Можно цвет поменять. Какой угодно. Тема. Можно тему скачать с интернета. Добавить. Шрифт. Можете шрифт отсюда загрузить. Также добавить. Пуск. Также пуск. Показать больше плиток в меню пуск. У меня здесь отключено. Показать список приложений в меню пуск. У меня включено. Показать недавно добавленное приложение. Вот. И показать последние открытые элементы в списках переходов в меню пуск. Вот. У меня есть такая задача. Включена. Так. Всем, кому было интересно, подписывайтесь на мой канал. Поддержите меня. Я немножко волнуюсь сегодня. Столько информации. Впервые вышел рассказать, показать. И буду продолжать свои уроки с вами. Надеюсь, всем понравилось. Все сюда. Спасибо. Продолжение следует...